Всем добрый день. Девочки, сегодня с вами мы будем собирать цветок, который называется Кана. Вы знаете, честно сказать, по сборке цветок очень прост. Его изготовление очень прост, а смотрится он прекрасно. Я уже выставляла несколько видео, и вы, наверное, все уже видели. Значит, что нам для этого понадобится? Смотрите, строго по выкройке, который я вам уже показывала, я вырезала вот такие лепестки. Смотрите, вот такие лепестки. Значит, под номером 1 и 2 у нас идут вот такие, вот такая серединочка идет. Вот, под цифрой 1 и 2. Дальше, под цифрой 3 у нас идет вот такая форма лепесточков. Вот она. Я выкручки вам все это покажу, девочки, вы переснимите. Дальше идет вот такой лепесточек. Затем идет вот такой лепесточек. Вот кажется, если на первый взгляд, что они все одинаковые. Есть разница, девочки. И вот последний лепесточек. Обратите внимание, мои хорошие, что я их прошла молдиком. И видите, как вытянула. Если первые цветочки я делала с помощью проволоки, то есть прикрепляла проволоку, как мы делаем с вами у лилии, да, и выгибала за счет именно этой проволоки, то теперь без проволоки. И как именно это делать, я вам покажу. Вот на примере такого лепесточка. Вот я вырезала. Помните, мы делали розы, мы краешки вот так вытягивали. Помните, да? А теперь я делаю не так. Смотрите внимательно, как. Я вот так. Вот. Раз. Раз. Видите, где растягивает? Видите? Край растягиваю как. И у меня он вытягивается. И не нужна никакая абсолютно проволока. Но прежде чем край вытянуть, по желанию, вот так можно оставить, а можно пройти сначала молдом, а потом вытянуть край. И получится, если вы молдом пройдете, у вас получится вот такой. Молдик я взяла обыкновенный, который универсальный. Вот и мы прошла. Поинтереснее. Хотя у меня два букета уже сделаны. И там у меня нету молда. Там просто вот у меня вот такой окрас. Все вы знаете, еще раз повторюсь, что это фоамиран двойка. Сегодня я попробовала сделать даже из азолона. Прекрасно смотрится, девочки. Нормально можно делать из азолона. Значит, вот лепестки. Вот у нас заготовки готовые. Затем нам нужен основной стебель. Я взяла вот такой провод. Вот самый раз для этого цветочка. Вот такой провод взяла. Сделала два листочка. Как я вам уже показывала, листочки можно подкрашивать. Можно подкрашивать. У меня букет есть с подкраской. Букет есть без подкраски. Есть сочетание. Вот такие листики. Как обычно, я приклеила сюда проволочку. Вот листочки у меня. Но я вам еще хочу что сказать. Вот эти выкройки даны для цветов, которые у нас могут разместиться в вазе, в коробке, дальше в горшке. Где этот размер немножко меньше, нежели, да не немножко, а намного меньше, нежели того цветка, который растет в клумбе. Это надо, девочки, понимать. И сейчас я вот вам показываю. Кажется, лепестки большие. Понимаете? Ну, небольшой это лепесточек. Так. Значит, выкройку я вам дам. Значит, с чего мы с вами начнем. Вот, смотрите. На этом стебле обязательно мы делаем вот эту верхнюю часть, мы делаем в виде бутона. Это важно, да? Вот мы сейчас и приступим к этому. Значит, мы берем две детальки. Деталька под номером один, или, как я вам говорила, буквка А. Так, стойте. Поторопилась. Соговорилась. Сначала мы ее оборачиваем тейп-лентой. Девочки, я взяла именно коричневую ленту. Вы знаете, хорошо смотрится. Не зеленый, не темно-зеленый. А взяла коричневую. И вот так я ее немножко оборачиваю. Ну, вот насколько тут. Вот так. Хватит достаточно, да? А теперь, смотрите, я беру первую часть этого лепестка. Первую часть лепестка. И вот так я его приклеиваю. Нам надо показать, что это у нас бутон. Теперь вторую часть. Создаем видимость бутона. Вы знаете, в этом цветке очень много импровизации. Вот я, например, делаю, мне что-то не нравится из двух половинок. Я могу еще и третью сделать. Но у меня для бутона есть вот такие листочки. То есть я вырезала форму листочка, потом взяла, сложила ее в гармошечку и через пальчики пропустила. Так. Смазываю клей. Теперь беру второй. То же самое так же делаю. И третий сделаю. Третий небольшой. Третий. Третий. бутончик у нас сделаны и теперь чтобы было чисто совсем я вот так прохожу тейп ленты все бутончик у меня сделаны я его откладываю сторону а теперь на этом стебельке у цветка кана у него есть четыре цветка вот четыре цветка но чтобы сделать цветок и чтобы его присоединить мы отрезаем проволочку видите отрезаем проволочку значит каким образом оборачиваем делаем петелку видите петелку вот так и и вот здесь обматываем тейп лентой делаем как бы тычиночку эту проволочку до конца обматываем а теперь тоже так же как мы здесь делали мы также делаем серединку видеть все очень просто даем высохнуть так вот сделали да а теперь смотрите вот у нас цифра 1 цифра 2 я уже к ним привыкнуть цифра 3 и цифра 4 цифра 4 так смотрите мои хорошие берем цифру 1 вот у нас какой лепесток или как у меня будет написано в икройках буковка а приклеили берем цифру 2 или она уже не два раз два три четыре четвертый выкройчик этот цветок если его разглядывать на самом деле знаете он не определенной формы каждой вот вроде мы все делаем в такой определенной последовательности вот девочки я вам скажу что в живом цветке там немножко все по-другому он абсолютно весь кажется разные я внимательно очень смотрел а так вот он уже какой так и последний и вот у нас получился цветок вот он не нужна ни проволока ничего абсолютно девочки хорошо все те же теперь берем тэп-ленту хорошо оборачиваем вот у нас все чистенько вот здесь самое главное понимаете за каждым разом все надо хорошо обворачивать чтобы в работе была чистота мои хорошие сделали цветочек знаете я сразу прикрепляю мне так видно значит у нас бутончик этот он должен быть повыше цветка вот мы смотрим в какую сторону лучше его уложить но хочу вам сказать именно на тех цветах вот которые у меня уже два букета собраны я к некоторым прикрепляла здесь еще и зелененькие это просто для меня для общего вида это как бы не обязательны девочки но для общего вида так и тут же беру чтобы мне потом был легче я вот так беру и оборачиваю берем 2 теперь цветочек также делаем серединочку собирает цветок очень быстро это я с вами разговариваю а когда мамочком работаю собираю очень быстро так опять так же берем все у меня уже по кучечкам лежит очень удобно и вы не ошибетесь так следующий самое главное вытянуть его хорошо аккуратненько поверьте вы сейчас начнете делать и убедитесь насколько его интересным быстро собирать очень интересные девочки у него есть последовательность но иногда хочется что-то еще изменить как-то еще укладывайте его так чтобы здесь нигде клея не было видно чтобы было чистенько потому что клей в нашей работе когда он увидел это уже работе минус вот все чисто вот здесь у меня листочек остался я сейчас возьму приклею его просто для разнообразия вот так Вот второй уже сделали. Можно сначала собрать все четыре, а потом я почему-то люблю вот так. Уже привыкну так. Так, мне потому что так виднее. В сторону откладываем, делаем следующий. Так, опять сберем. Из первой кучки. Здесь второе. Третье. И последний лепесточек. Лепесточек. Так. И вот смотрим. Смотрите, как нам уложить. Так. И вот смотрим. Третий, как нам уложить. Так. И последний. Последний. Сейчас, мои хорошие, я вырежу. Одного батончика не хватило. Вот так. И опять так же начинаем. Все, уже кучечка наша закончилась с лепестками. Так. 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 Я вам уже букетики показывала. Смотрится, конечно, очень хорошо, вы знаете, и работа с ней интересна, тоже с ней, так же, как и с розами. Сейчас до конца как раз разметаю, обмотаю листочки. Вот у нас, девочки. Вот, листочков можно и три, и пять, понимаете? Но опять повторюсь, если бы они у нас вот так стояли, листья в основном были бы вот здесь, и они как бы приподняты. Но так как они у нас в вазе, вот так как они у нас в вазе будут стоять, поэтому листочек чуть-чуть повыше. Но мы вот этот промежончик, мы как бы его оставили. Вот такой цветочек без всякой проволочки у нас получился. Девочки, что не ясно, спрашивайте, мои хорошие. Вот, очень удачный у меня вот эта двоечка, этот фоамиран, очень удачный. И цвет хороший, вот именно такой, как и бывает на самом деле эта ткань. Вот, вот такой цветочек. Посмотрите. Только, вот знаете, в отличие от тех, которые у меня сделаны, я уже повторюсь, здесь у меня участвовал молд, а в тех цветочек молда нет. Вот и все, мои хорошие. В основном все, что я вам хотела сказать сегодня. Вот, наконец, мы с вами сделали. Что непонятно, девочки? Пожалуйста. Так. Выкройки я вам обязательно представлю. Обязательно. Вы их переснимите. Здесь так же, знаете, здесь дело уже раз только посмотреть, какая разница между ними. И все. Вы даже, когда начнете укладывать цветок, вам очень захочется, вам может как-то самой изменить, сделать какую-то импровизацию с этими лепестками. Ну вот он, на самом деле, вот такой как. И теперь вы должны просто понять, если вы будете делать в большую напольную вазу или в большую коробку, или вам нужен, чтобы его длина была метр, то, соответственно, вы увеличиваете размер цветка. Понимаете? И это у нас выкройка дана для цветов размера 50-60 сантиметров. Вот и все. Вот. А листочки, вы видите, я как их проходила? Я их просто зубочисткой прошла хорошо. Я их не вытягивала, ничего. Вот и все. Все, девочки. Кому что не ясно, спрашивайте, мои хорошие. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok